Мы можем все признать, что Бог всё может. Написано в Библии, Марка 10, 27, «Всё возможно Богу». Я прошу в этой проповеди обратить внимание на слово «всё». «Всё» – это очень большое значение. «Всё» – это большое слово, это говорит о совершенстве. «Всё» – это полнота. «Всё» – это как бы законченное, завершенное. И Библия говорит нам, Марка 10, 27, «Всё возможно Богу». Вот никто не может себя спасти, да? Как Пётр сказал, «Господи, а кто же тогда может спастись? Потому что Господь сказал, трудно имеющему богатство войти в Царство Божие». Они говорят, кто же тогда может спастись? Господь говорит, трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольное ушко. Удобнее верблюду пройти через это маленькое отверстие. Ну и ещё некоторые говорят, игольное ушко – это маленькие ворота, маленькая дверь в Иерусалиме, через которую невозможно было пройти верблюду, потому что город закрывался, торговля должна была прекращаться в пятницу вечером. И можно было только человеку пройти через город, а скот и вся поклажа должна оставаться вне города. Эта дверь называлась игольное ушко тоже. То есть это только для человека пройти. Господь говорил о спасении, о том, что трудно спастись, трудно богатому, трудно надеющимся на богатство и так далее. И тогда ученики говорили, кто же тогда может спасти? И Господь говорит, человеку это невозможно, но не Богу, Он сказал, ибо всё возможно Богу. Давайте скажем вместе, всё, всё возможно Богу. Это значит, человек может спасти через Бога, люди могут спасти через Господа, миллионы могут спастись, Как написано в Библии, тьмы тем и тысячи тысяч. То есть они стояли, тьма это сто тысяч. Они стояли пред Господом в белых одеждах, с пальмами, ветвями. Бог может все. И если кто-то думает, что я не смогу вот это бросить, или кто-то думает, я не могу вот так измениться, я не могу бросить свой этот характер, я не смогу перестать обижаться, то это неправда. Если с Богом, то все возможно Богу. Скажите Аминь. Все возможно. И если что-то человек может достичь своей силы, что-то, в смысле, ну какие-то достижения, кроме спасения, он не может спасти себя, привести Царство Божие. Христос сказал, я есть путь и истина, и жизнь, и никто не может прийти к Отцу, как только через меня. То есть есть одна возможность. И вот Господь, Он все для нас. И мне хочется сегодня говорить о вере и подчеркнуть слово все. Все возможно Богу. Марка 10, 27. Во-первых, да, мы верим иногда, что Бог всемогущий. Некоторые говорят всемогущий. Но важно поверить, что Бог может все именно для тебя, именно для нас, именно в этой ситуации. Он может все. И вот знание, что Он может все, согласие, что Он может все, уверенность, что Он сделает все, это и есть вера. Вера, которую подарил нам Господь. Он дал нам право верить. И почему она и ценна? Почему Бог отвечает на веру? Потому что она и есть уверенность в невидимом, в невозможном. Потому что многие вещи происходят именно в невидимом мире. Мы не видим их, но они происходят. Ангелы среди нас, но мы их не видим, но они есть. Бог среди нас, Он есть. Он невидим, но Он есть. И вот верить в это, вот это ценно для Бога. Потому что Бог хочет, чтобы мы знали, что это именно так. Хотя, даже если мы не видим, потому что мы находимся в физическом мире. Или мы можем многие вещи видеть только духовными глазами, когда Бог открывает эти глаза или дает дар видений или сновидений. И поэтому нужна вера, чтобы знать, что говорит Бог, и быть в этом уверенным. И без веры невозможно получить что-то от Бога. Вера – это Божья сфера обитания. Это Его природа. Электричество находится в электропроводке, и есть замкнутая сеть, цепь, электрическая цепь, по которому движется определенная мощность и ток. Бог, Он находится в сфере веры. То есть, если мы хотим достичь Бога, нам нужно обязательно поверить Его Слову. Такой принцип. Слово говорит, мы ходим не видением, но верой. И когда мы идем верой, не видя, но веруя, мы имеем право на получение этого. И Бог, все возможно Богу, Господь сказал. Более того, Господь сказал Марка 9,23, все возможно верующему. Это еще сильнее. Все возможно по мере веры. Все возможно верующему. И лично измениться. И помочь другим людям. И достичь что-то. И сделать что-то большое. И храмы построить. И много совершить для всего мира. Через телевидение. Через много других дел. Через книги, брошюры и так далее. Можно достигнуть много людей. Именно вера. Господь сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению. Можно в этом сомневаться. А можно поверить. Можно верой вложить какие-то средства, чтобы купить там камеру, там кассеты, время на телевидении и достичь людей. Можно не думать, не верить и не стремиться, и ничего не иметь. Но можно поверить и попытаться. Начни с малого. Начни верить в что-то. Может быть тебе трудно поверить во все. Но начни хотя бы во что-то. Что-то отдельное. Хотя лучше верить во все. Важно знать волю Бога. Важно знать, что Бог хочет. И соответственно Его воле верить в это. Библия открывает нам волю Божию. Некоторым принято верить. Некоторые думают о вере. Сразу связывают только с личными благами. Можно. Но нужно знать волю Божию. Для чего? То есть если мы думаем о миллионах для правильных целей, почему бы не верить и не молиться? А если мы сугубо личные цели только преследуем? В Библии написано по этому поводу, говорится, что если вы просите для своих вожделений, чтобы только мне было хорошо, и чтобы что-то было, то, конечно, это не в воле Божьей. Но в Библии написано, если что-то просим по воле Его, Он слушает нас. Мы можем просить о миллионах. О них нужно просить. Только потому, что они необходимы, чтобы совершать вот это служение. чтобы достичь больше телевизионных каналов, чтобы выйти на многочисленные радиостанции. можно верить. Можно молиться, начинать развиваться. Можно верить в исцеление и получать. Одно за другим, одно за другим. Можно не верить. И слово говорит, даже если человек сомневается, он даже пусть не думает что-нибудь получить от Бога. То есть он сразу, можно сказать, вот эта цепь электрическая размыкается. Вы отключаете как бы электроэнергию от источника тока и в вашей квартире не будет света. Вот точно так же сомнения. Так Бог учит, Бог говорит. Поэтому вера очень ценна. И Бог говорит о вере очень много. Потому что Он хочет сделать очень много. Он хочет, чтобы мы совершили очень много. И Он предлагает нам веру во Христа. То есть все возможно верующему. Написано, вы все сыны Божии, опять слово «все», «все», «все». Это тоже много, правда? «Все сыны Божии по вере во Христа Иисуса». То есть если мы начинаем верить в Иисуса Христа, в Его жертву, в Его очищающую кровь, в силу Его Креста, в силу Его Святого Духа, в силу Его Слова, то мы все иудеи и елины, в то время это назывались так, значимые такие национальности, елины, греки, рабы, свободные, богатые, бедные, все, мы теперь по вере во Христа Иисуса, мы стали сыны Бога. Аллилуйя. Нет уже мужского пола и женского, то есть не имеет значения, потому что все вы по вере, то есть из-за веры стали детьми Бога. А если дети, то наследники, наследники Божьи через Иисуса Христа. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе», говорит апостол Павел. Филиппийцам 4.13, кажется, известное место. Смотрите, Бог все может, Павел говорит, «Я все могу во Христе, могу насыщаться и терпеть голод, могу уметь жить скудости в изобилии, могу, все могу во Христе, я все могу во Христе». Вот такое дерзновение. Все, это сильное слово. Теперь, говорится 1 Иоанна 5.4, что рожденный от Бога побеждает мир, имеется в виду весь мир. В Иоанна, говорится, 16.33, Иисус говорит, «Мужайтесь, я победил мир». Вы в мире будете иметь скорбь, но я победил мир. И сказано теперь о нас, как мы можем победить. Это не я победил мир, не Юрий, не пастор Олег, но вера, которая в нас, она побеждает весь мир. Вот это вера в Иисуса, вот преданная вера. И тогда ты победитель над всем. твои глаза не обращаются на что-то неправильное, твое сердце не устремляется за чем-то плохим, потому что ты победитель через веру. И ты совершенно спокоен, как бы люди не вели себя, как бы они не выглядели, как бы они бездрастно не выглядели, ты совершенно свободен, потому что ты победитель веры во Христа Иисуса. Аминь. Понимаете? Чтобы мир не предлагал, и чтобы ты не делал, то есть какие бы грехи и обольщения не предлагал, вот как в Едемском саду и повсюду, у тебя реакция отрицательная сразу, негативная реакция сердца. Понимаете? Потому что через веру во Христа мы, Сыны Божьи, мы становимся свободными, совершенно свободными, поэтому существует покаяние, обращение, крещение, исполнение Духом Святым. Аллилуйя! Я говорю, потому что я свободен, и ты свободен во Христе, я верю. Правда же? Победитель, то есть тебе неприятно, и ты больше и больше приобретаешь качество Бога и взгляд его на вещи земные. То есть Бог, он внушается грехом, но он любит грешника, потому что мы новое творение, потому что мы святые во Христе. Вот такое дерзновение мы имеем сказать. Правда же, друзья? Аминь. И через веру во Христа Бог все это нам дает. Но сами мы никогда не могли бы быть и не можем быть святыми. Но во Христе мы можем. Более и более. Потому что святой доосвящается и еще написано. И праведный творит правду еще. Как? Через веру. Написано Матфея 21-22 «Все, что не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Все, что не будете просить в молитве, «Все могу в укрепляющем Иисусе Христе», говорит апостол Павел. Его опыт. «Все могу, все возможно верующему». Марка 9-23 «Все возможно Богу», сказал Христос. «Богу все возможно, верующему все возможно, Павел говорит ему все возможно. Весь мир побеждает вера. Весь мир. Все, что не будете просить, верьте, что получите». То есть вот это такой максимализм такой христианский. Знаете, уверенность. «Да, может быть, не все сразу, но все возможно». Если она скажет, «Ну что, у тебя вот этого еще нет?» Скажи, «Не все сразу, но все возможно». Нам необходимо в это верить. Все возможно. Вера не знает поражений. Вера не терпит неудач. Вера не знает преград. вера, она простирается какое-то время или мгновенно, но человек достигает своей цели. Такие условия Господа. И поэтому Бог предлагает тебе и мне верить, чтобы достигать миллионы душ, достигать их Евангелия, верить, молиться, верить, что мы можем сеять. Причем наша вера, она измеряется, позвольте сказать, не тем, не только тем, что мы надеемся получить, а вера тем, что мы уже отдаем. Мы должны быть готовы столько отдать, сколько получить. Вот это настоящая вера. И я уверен, если мы готовы вот столько отдать, Бог даст нам столько и даже больше. Нам необходимо веру иметь в даяние, чтобы верить в получение. Поэтому как мы можем измерить свою веру? Верю ли я в получение, что Бог может мне дать? Верой в свое даяние. Вера в даяние. Некоторые говорят, я верю, что Бог мне может дать. Но если мы верим, что Он может нам дать, тогда у нас не будет проблем верить, что я могу отдать. Но если мы не будем отдавать другим, если мы не будем помогать бедным, если мы не будем кормить голодных, если мы не будем собирать деньги, чтобы кормить этих ребятишек в этом молодежном центре, значит, у нас нет веры. Вера не тогда, когда мы бережем все свое и еще надеемся, что Бог нам даст. Но вера, когда ты говоришь, бери, бери, пожалуйста, ведь Бог все равно мне даст. Аминь. Бог может дать. Бог всемогущий. Если я прошу для себя миллион, то для чего? Но если только для себя, то, может быть, Бог посмотрит на меня и скажет, ну ты так себя любишь, ну ты вот, а почему-то именно тебе, почему именно тебе для тебя, чтобы тебе одному хорошо было. Посмотри, сколько людей страдает. Но если я думаю о том, Господь, дай мне, чтобы я мог вот сделать это все. Сегодня я читал, человек говорит, нищеты и богатства не давай мне. То есть, ни нищеты не надо, ни богатства, в смысле такого богатства, когда я разбогател и забыл Бога. Я хочу вам сказать, такого богатства действительно ни мне, ни тебе не нужно. Но есть действительно то, для чего нам нужно богатство. Так много нужно сделать. Так много совершить. А ведь можно просить у Бога и верить. Просить чудеса и верить. Просить исцеления. Просить спасения душ и верить. И Бог говорит, все, что не будете просить, Верьте, получите. Поэтому мое желание, чтобы ободрить всех нас, самого себя, конечно, верить. Верить и трудиться, верить и сеять. Верить и молиться. Все, возможно, верующему Бог говорит. Благословит нас всех Господь. Аллилуйя. Мне плечо болело, только не поднималось. Сейчас нормально. Который раз, если я прохожу в церковь, если что-то, какие-то недобогания не происходит, в основном исцеляет веру в Бога. Меня это исцелило. Слава Господу, Бог исцелил вас. Слава Ему. Где болело? Покажи рукой. Болело? Я на горке стукнулся очень сильно. На горке стукнулся. С января болело? С января болело. Я помню, как ты что-то говорил, жаловался на колени. Сейчас нету. Ну-ка, сделай движение. Подави-ка посильнее рукой. Не болит? Не болит. Совершенно? Совершенно. Это Господь сделал. Дадим славу Иисусу. Правое плечо сильно болело. Вот уже дня четыре. Делайте сейчас круговые движения, пожалуйста. Вот. Теперь я могу и драться. Слава Богу. Аллилуйя. Аллилуйя. У меня между лопаток спина болела, наверное, неделю. А сейчас, ну, хорошо стало. Слава Господу. Слава Иисусу Христу. Господь вас оставил. Да, конечно. Господь. Слава Богу. Аллилуйя. 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 Субтитры создавал DimaTorzok